МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У которых подозреваемый брал денежные средства в долг, заведомо зная, что не сможет исполнять взятые на себя обязательства. Раскрыто мошенничество на 3 миллиона рублей. Конечно, неприятно, потому что на некоторых местах вот эти помойки, вот один кто-то кинул, два человека, три потом они разрастаются год от года. Стихийные свалки на берегах водохранилища. Эта смена была веселой, и у меня появилось много новых друзей. Закрытие лагеря для старшеклассников круто. Прямо сейчас об этих и других новостях подробнее. Вирус птичьего гриппа выявлен на территории Коробецкого сельского поселения Ельнинского района. Некоторые штаммы возбудителя этого заболевания могут передаваться людям. Протекание болезни у человека вызывает различную степень тяжести, в том числе смертельный исход. Как не допустить появление этого опасного вируса в свое подворье? Об этом в нашем сюжете. Грипп птиц – это острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус. Наиболее уязвимые секторы – это личные подворные хозяйства и мелкие товарные фирмы. Болезнь протекает в форме эпизоотии и вызывает массовый охват поголовья птиц. РНК-содержащий вирус, вызывающий птичий грипп, принадлежит к вирусам группы типа А – семейству ортомиксовирусов. Для человека наибольшую опасность представляют штаммы H5N1 и H7N7, поскольку они способны быстро мутировать и вызывать тяжелые формы заболевания с молниеносным течением и высокой летальностью. В настоящее время специалисты Государственной ветеринарной службы проводят комплекс мероприятий по недопущению и распространению гриппа птиц. И хотя Десногорск благополучен по особо опасным и инфекционным заболеваниям животных и птиц, владельцам подворья рекомендуется все-таки соблюдать ряд правил. Исключить контакт домашней и дикой птицы, то есть повесить сетки, чтобы дикая птица не прилетала, не допускать посторонних к домашней птице, также не приобретать птицу в несанкционированных местах, в кармане приобретать в санкционированных местах. Своевременная уборка, механическая очистка, там, где находится домашняя птица, дезинфекция, также личная гигиена. После того, как убрали за птицей, необходимо вымыть руки, одеть спецодежду, прежде чем идти во двор к птице. Эти правила помогут вам уберечь вашу домашнюю птицу от заноса вируса гриппа на территории ваших хозяйств. Распознать зараженную птицу можно по следующим признакам. Необычное поведение, дискоординация, вращательное движение головой, искривление шеи, отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние. Отмечается цианоз, опухание и почернение гребня и сережек, а также затрудненное дыхание. При первых признаках заболевания необходимо срочно обратиться в государственную ветеринарную службу. Мошенничество – один из наиболее распространенных видов преступлений в Смоленской области. В Рославле сотрудники полиции раскрыли мошенничество с общим ущербом более 3 миллионов рублей. В отдел полиции Рославля обратился местный житель с заявлением о хищении обманным путем принадлежащих ему денежных средств в сумме 400 тысяч рублей. Как установили в ходе проверки сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, местный 45-летний житель, индивидуальный предприниматель, взял у заявителя в долг деньги под предлогом развития бизнеса. Однако в бизнес вложил лишь часть этих средств, остальное истратил по собственному усмотрению. Долг в оговоренный срок не вернул. В ходе дальнейшего расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса мошенничества, установлено еще 10 потерпевших, у которых подозреваемый брал денежные средства в долг, заведомо зная, что не сможет исполнять взятые на себя обязательства. Общий ущерб составил более 3 миллионов рублей. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного. Подозреваемый заключен под стражу. В Десногорске сгорела машина. Пожар произошел в ночь с 26 на 27 июля около городского рынка. Сообщение о возгорании на пульт пожарной охраны поступило в 3 часа 40 минут. Как выяснилось, загорелся Мерседес Е200. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек, капот, передние крылья, бампер и лобовое стекло. Причины возгорания и ущерб устанавливаются. Десногорское водохранилище – это пруд-охладитель Смоленской атомной электростанции. Берега этого водоема весьма живописны и привлекают сюда рыбаков и людей, которые хотят просто отдохнуть в красивых местах на природе. Вот только много ли осталось чистых? К нам обратились неравнодушные жители города, владельцы дачных участков в Кукуевке с просьбой осветить, что сейчас творится на близлежащих от дач берегах. Подробности смотрите в нашем сюжете. Кострище, разбросанный мусор и стихийные свалки – такая картина предстает перед глазами всех приезжающих на берега нашего водохранилища. Дачники, глядя на то, как отдыхающие раскладывают палатки и обустраивают стоянки прямо возле всей этой красоты, пребывают в недоумении. Периодически мы ходим сюда за грибами, посмотреть, где-то ягод собрать кто-то там и просто с детьми прогуляться. И вот мы обратили внимание, что у нас очень загажена вот эта сторона леса, которая примыкает к водохранилищу. Подавляющее большинство здесь приезжают иногородних. Здесь все ссылаются, что это дачники, но это нет. Здесь многое. Смоленск, Калуга приезжает, Брянск. И вот все мусор оставляют. Самые бичи – это мусор. Ну, вырубают, естественно, деревья, костры жгут. Мешков сейчас много купить, но это все нужно вывозить, заниматься этим. А здесь проще все это бросить и все. Надо отметить, что не все, кто приехал отдохнуть и порыбачить, на живописных берегах Десногорского водохранилища так наплевательски относятся к окружающей среде. Многие шокированы человеческим свинством и безалаберностью. Места здесь нравятся. Мы ездим сюда каждый год и по несколько раз. Приехали туда, вот там мусор. Просто. Люди не выносят мусор за собой. Мы все время вот мешки и вывезли. Там в начале Кукуевки есть мусорка, ну выкиньте вы. Прямо в мешках, там же все и лежит. Многие люди уезжают и оставляют за собой мусор. В частности, пакеты даже вот собранные боятся за собой вывезти. Бутылки, банки, как бы если бы такие оставляли отходы, которые перегнивают, а то целыми помойками на пляжах валяется этот мусор. Конечно, неприятно, потому что на некоторых местах вот эти помойки, вот один кто-то кинул, два человека, три, потом они разрастаются год от года. На некоторые места приезжаешь, там как было чисто, так и есть. Люди за собой убирают. А на некоторые вот такие вот кучки, ямки, которые никто не вывозит. У нас пакеты стоят, мы собираем. Так мы еще помимо этого берем кучу пакетов, чтобы вот это убрать. А люди сами же знают. Приезжают, убери ты это за собой. Ведь ты же не первый раз и не последний сюда приехал. А так будет очень замечательно. И действительно, как приятно было бы отдыхать на чистых берегах, купаться в чистой воде. Ведь оставленный мусор вместе с истекающей водой от проливных дождей попадает прямо в водохранилище, что наносит непоправимый ущерб акватории и губит рыбу. Неужели так сложно собрать за собой мусор и вывезти его? Тем более, что на каждом поле в Кукуевке стоят контейнеры. Два летних месяца ребята отдыхали в лагерях нашего города. И вот подходит к завершению вторая смена. Наша съемочная группа побывала на торжественном закрытии лагеря для старшеклассников «Круто». Три недели пролетели как один день. И сегодня, 27 июля, в первой школе состоялось торжественное закрытие лагерной смены. Это немного грустный день для ребят. Немножко грустно, потому что эта смена была веселой. И у меня появилось много новых друзей. В следующем году приду еще раз. Концерт подготовили ребята – молодые таланты, которые активно проявили себя во время смены. Они показали веселые сценки, исполнили танцы и песни. И все не то, и все не так, когда твоя девушка больна. Когда твоя девушка больна. На закрытии присутствовали и почетные гости. Они оставили немало теплых слов в адрес педагогов и воспитанников лагеря. Пожелали успехов ребятам по жизни и здоровья учителям. Труду благого человека очень приятно, что вы и поработали, и отдохнули. Вам, ваше близкое здоровье, самое главное успехов. Два месяца перед педагогами стояла непростая задача – создать хорошие условия для отдыха детей, организовать досуг, способствовать интеллектуальному, а главное – физическому развитию ребят, обеспечить их безопасность. Итоги работы подвела директор лагеря Ольга Кузьмичева. Первая смена была в июне для маленьких детей в возрасте от 7 до 10 лет. И оздоравливались у нас 78 детей. Вторая смена – это уже возраст постарше детей от 11 до 18 лет. 100 детей, которые у нас оздоравливались. И еще я хочу охвастаться тем, что у нас было 33 ребенка, которые работали от центра занятости. Вот такую вот дорожную карту отдыха мы построили для города Снабурска. Все воспитанники лагеря были награждены почетными грамотами и подарками. Кровавая Луна зависнет над Землей на 4 часа. Самое длительное в этом веке затмение Луны смогут увидеть россияне 27 июля. Оно начнется после 9 вечера и продлится до часу ночи. Затмение будет видно практически на всей территории России. Об этом говорят в московском планетарии. Кроме того, этим вечером Марс будет проходить максимально близко к Земле, поэтому Луну и Марс можно будет наблюдать недалеко друг от друга. Наилучшие условия для наблюдения за затмением складываются на Северном Кавказе, при Каспийской низменности и Южном Урале. А сейчас коротко о погоде. Выходные в Десногорске обещают быть жаркими. 28 июля будет облачно, вечером ожидается небольшой дождь. Днем плюс 29, ночью плюс 19. 29 июля облачно с прояснениями. Днем плюс 29, ночью плюс 21. На сегодня это вся информация. Все самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте disna.defis.tv.ru С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами.